У нас сегодня 13 октября. Пробная закладка инкубационных яиц перепел. Прошли первые сутки инкубации. Будем уменьшать температуру. На 38 градусах яйцо прогрелось. Дальше нам нужна температура меньше. Мы ставим температуру 37,8. Этого будет достаточно. День номер 2. Автоматически выставилась влажность 61. Сегодня у нас второй день инкубации. Температура держится 37,8. А влажность, как мы видим, на табло у нас упала. Поэтому я буду сейчас доливать воду. Скорее всего вода быстро испаряется, потому что там тепло. И надо контролировать, чтобы влажность не опускалась ниже 60%. А сейчас вот 45. Сейчас я долью воду и мы посмотрим, насколько поднимется влажность. Сегодня уже четвертый день инкубации. Вот ведь четвертый день. Температура 37,8. Поворот будет через 24 минутки. Но мы видим, что влажность падает. Поэтому приходится подливать воду утром и вечером понемножку. Для поддержания влажности на уровне 60%. Сегодня четвертый день инкубации. Только что подливала воду, потому что уровень влажности упал до 44%. И вот сейчас можно увидеть, что влажность начала подниматься. Немножко упала температура. Тоже набирает. Тоже 37,3 набралась температура. Влажность уже 59. Четвертый день. И через 21 минуту будет переворот яиц. Тоже влажность 62. И так вот приходится утром и вечером доливать воду. Сегодня уже 13 день инкубации. И с 12 дня мы уже открыли вентиляцию. Также второй день стоит температура 37,6. Пришло время для проветривания и охлаждения яиц. Сейчас мы будем отключать инкубатор. И вытаскивать лотки. Лотки мы вытащили, поставили для охлаждения. А инкубатор сразу подключаем, чтобы температура в нем сильно не падала. И яйца могли быстрее прогреваться. Пока инкубатор будет набирать температуру, вентиляционные отверстия, которые сверху мы закрыли, 4, по центру оставили открытым. Сегодня у нас уже 16 день инкубации. И мы будем вылаживать яйца из ячеек, из кареток. Перелаживать просто на коврик. На таблу мы видим, что показывает еще 15 день. Но сегодня он уже будет переходить в 16. Немножко позже. Пока время есть, я сейчас буду перелаживать яйца. Ковдуме тепло. Чтобы они тоже не сильно охладились. Ну все, приступаем. Отключаем инкубатор. И вытаскиваем яйца. Здесь видно, что емкости пустые. Хотя утром и вечером мы подливаем воду. Сейчас мы не полностью. Пустые, вода немножечко есть. Буквально чуть-чуть воды. Сейчас мы отольем. Отливаем теплую воду. Сегодня влажность не будем еще поднимать до 80%. Сейчас делаем на 70%. Немножко повысим. Потом в коврике есть там дырочки. Мы будем подливать. Сейчас вот полную бутылочку разолью по всем ячейкам. Все, воду мы налили. Сейчас будем укладывать коврик. Выкладываем коврик. Здесь вот дырочки как раз попадают в ячейки. И будем осторожно выкладывать все яйца. Яйца мы не просвечивали, не проверяли, потому что они темные. Как бы их долго проверять. Нужен хороший овоскоп. Мы обычно, когда им инкубировали, проверяли на фирмоскопе. Но это яйцо сложно просмотреть на фирмоскопе, потому что темная шкарлупа. И когда там уже птенец, то плохо видно. Мне кажется, смысла нет их овоскопировать. Сколько вылупится, столько и вылупится. У нас раньше был обычный инкубатор механический. Где-то на 50 куриных или на 60. Мы выняли этот механический переворот. Там просто было стекла, стоят решетка, стекла. Яйца, которые разделялись. И ты за ручку тянешь, и они поворачиваются. Чтобы увеличить количество вмещаемых яиц в инкубатор, мы вытянули этот механизм. Поворачивали вручную. Два раза в день. В том старом инкубаторе процент вывода составлял 60%. Это как бы немного было, но так как яйца мы не покупаем. Яйца со своих перепелов. Нам даже 60% было выгодно. Сейчас там один инкубатор сломался. Не смогли сделать. Второй тоже что-то там температура скачет. Вот тому мастеру не отправляли. По месту тут делали. Мы решили уже заказать инкубатор по-современнее, автоматически, чтобы меньше возиться. И больше выход был. Мы посмотрим, что у нас получится после первой инкубации. Насколько он улучшится или какие-то ошибки мы допустим. Смотрим, как он ходит. Ну вот я все яйца выложила в инкубатор, на коврик для выведения птенцов. Открываем. Открываем. Подключаем. Инкубатор остылся. 26,4 температура. Сейчас пока он будет набирать температуру. Поворот яиц уже можно выключить. Все. Выключили поворот. Потому что мы каретки убрали. Хочу уменьшить температуру для выведения. Выставить, наверное, на 1, на 2 градуса меньше. Сейчас у нас стоит 37,5. Поставим 37,3. Потому что здесь в инструкции написано. Температура на коврик и волопленье. То есть температура для выведения 37,2. Хотя мы обычно выводили при температуре 37,5. Но все-таки немножко ее уменьшим. Потому что инкубатор греет хорошо. Немножко все-таки прислушиваемся к рекомендациям. И сделаем ее хотя бы 37,4. Прошло немного времени. Инкубатор набрал свою температуру. Влажность 75. День 15, который скоро станет 16. И температура 37,4. Ну вот, 16-й день. Сегодня с вами мы переложили яйца из кареток на коврик. И уже у нас вылупилось 2 перепеленочка. Где-то в 7 вечера они начали лупиться. Сейчас не могу их поймать. Вот один. Где-то уже другой убежал. И вот второй здесь. Вот. У нас 2 перепеленка. Пока. Ждем дальше. Вот так выводится перепеляток. Их уже больше. Вот. И вот так выводится перепеляток. Ну вот мы уже отсадили первые 20 малышей. Сейчас у нас 12. Без 5-ти 12 ночи. В 7 вечера вылупился первый. Вот такие они маленькие. Под лампой. Сейчас корм принесем вам. Будет уже обсыхать под лампой. Малышам уже сутки. Пришлось их разделить на 2 ящика. Потому что в одном было тесно. Завтра их будем переводить в манеж. Так. Они под лампой греются. Кушают. Водичка там у них. Правда разлилась. Немножко мокро. Ничего. Они в тепле. Все хорошо растут. Сегодня в воду добавили антибиотик. Потом пойдут витаминки. Пропоечка такая. А здесь вторая у нас загорает. Вторая часть малышей. Карандашей. Лапки вытянули. Тоже под лампой. Накрытая. Баночка с водой. В воде гофрей лежит шланг. Потому что у них есть такая манера. Мочиться, топиться. Лучше что-то ложить в паилку. Перепиля там вторые сутки. Сейчас их будем уже переселять в сарай. Там мы приготовили манеж. Включили лампочку. Прогрели манеж. Будут они переезжать. Накрываем ящик покрывалом. Чтоб было тепло. Потому что на улице плюс 3 градуса. И идем в сарай. Такой манеж мы сделали. Накрыли все тканью. Утеплили. Здесь лампочка. 36 градусов показывает градусник. Отгородили место. Чтоб было теплее. Сейчас будем пересаживать. Вот пересадили перепилят. Кто же мерз, идет под лампочку. Кто-то кушает. Места им пока хватает. А дальше будем отодвигать вот эту картонку. И увеличивать им площадь. Поставим 2 баночки с водичкой. Уже пьют воду. Свет немного желтый отсвечивает. Чтоб вроде лучше видно. Уже самостоятельные стали. Шустренькие. Самое главное их выиграть первые сутки. Ну и потом, конечно, тоже важно, чтоб тепло было. Высчитала выводимость в процентах от первой закладки инкубационных яиц. Инкубатор теплуша. Получается, заложили мы 234 яйца. Из них вывелось 136 и 12. 148. 136 это хорошие перепелочки все. А 12 это отбраковка. Шпагатики, там с клювиками были проблемы. Дальше. Неоплод составил 18 штук. Это яйца были как свежие. 5 это разбитые были. Разбитые имеется в виду. Ну так как кожура, шкурка у яиц, крылупа у яйца темная, то на них не всегда видно, повреждено яйцо или нет. Была небольшая трещина, и вот желток подсох, стал густой. Это вот эти 5 яиц. Всего их 23 считаем неоплодом. Потому что это не вина инкубатора, если яйцо было немножко разбитое. Дальше. От 234 заложенных отнимаем неоплод. 23, получается 211. 136 плюс 12 отбраковки это общая выводимость. 148 птенцов. Ну то есть они вывели сами, считаем их выводимость. Дальше получается 148. Делим на 211, умножаем на 100. Итак, выводимость у нас составила 70%. Это наша была первая закладка яиц в инкубаторе теплуша. Выводимость 70%. Немножко был неправильно выставлен у меня температурный режим. Будем корректировать. Будем пробовать еще залаживать, выводить. Так что оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. И до встречи в новых видео.